здравствуйте вы на канале с Ольгой на шестисотках и сегодня мы с вами разговор о вершинной гнили вершинная гниль на томатах бывает двух видов это инфекционная вершинная гниль которую вызывает грибы и бактерии и выглядит она в виде черного пятна черное вдавленное пятно на верхушке плода часто покрыта спороношением и это пятно влажное инфекционная вершинная гниль поражает и плод внутри если вы разрежете такой плодик внутри тоже будет черное и второй вид вершинной гнили это не инфекционная физиологическая вершинная гниль она вызывается в основном недостатком или неусволением кальция вы замечали что чаще всего вершины гнилью поражаются плоды сливовидной формы вытянутые или крупноплодные гибриды округлой формы это связано с тем что ионы кальция медленно движутся по кожице плода и плод растет а кальция еще сюда не поступил и поэтому кожица трескается и внешне это выглядит как вот такое коричневое пятно чаще всего поражаются еще разовоплодные томаты поскольку у них очень тонкая кожица но основная причина это недостаток кальция в почве или его неусвоение почему возникает недостаток кальция но это несбалансированное питание если вы применяете некомплексные ударе удобрения где четко подсчитано согласно сезону и возрасту ваших томатов содержание и процентное соотношение азота фосфора калия и еще лучше если есть микроэлементы а применяете свои смеси удобрений то вот здесь вы можете ошибиться и у вас будет избыток калия магния или аммония в почве а это антагонисты кальция они блокируют поступление кальция в растениях и поэтому у вас будет совершенная то есть старайтесь принимать применять комплексные минеральные удобрения очень хорошее удобрение это фертика пожалуй ни в одном другом минеральном удобрении нет такого оптимального сбалансированного соотношения основных элементов питания и плюс она содержит еще микроэлементы которым и относится кальций еще причина не усвоение кальция это влажность воздуха влажность почвы количество листьев и количество плодов на растения как это проявляется кальций поступает в растение в виде растворов солей если у вас почва сухая то естественно раствор и эти в почву не поступают так что старайтесь чтобы почва была влажная корневая система помидор должна быть хорошо развитая а развивается она в период роста растений до цветения поэтому мы поливаем помидоры молодые до цветения редко где-то два раза в неделю а вот когда они начинают цвести и тем более плодоносить мы увеличиваем количество поливов в неделю это уже три-четыре полива чтобы не было перепада сухая и влажная почва растворы солей в том числе и кальция поступают в растение под действием осматического давления это то давление корневое давление которое нам дает почвенная влага и плюс испарение воды листьями вот поэтому влажность воздуха тоже влияет на усвоение и доставку к плодам кальция кальция вообще очень движется очень медленно поэтому у нас всегда должно быть хорошее осматическое давление и нормальное испарение воды листьями где-то оптимальная влажность теплицы это пятьдесят семьдесят процентов если воздух очень влажный усица листьев закрываются они перестают и прекращают испарять влагу все как бы кранчик закрыт и это уменьшение испарения приводит тому что у нас падает корневое давление и раствор питательных веществ прекращает поступать в растение это приводит голоду не только к калийному фосфорному азотному и кальциевому но и микроэлементов так что в период созревания и роста плодов следите за влажностью почвы если вы боитесь что у вас будет фитофтора или какие-то грибные заболевания мульчируйте почву это позволит вам сократить полив и не забывайте полив должен быть обильно а больше вам позволит поддерживать от типа оптимальную влажность воздуха в теплице количество листьев но также влияет на вершину дни сейчас мода на удаление листьев как только кисть завязывается сразу почему-то листья начинают удалять запомните в период плодоношения и цветения это июль месяц оптимальное количество листьев на кусту это 18 20 но до 22 листьев именно такое количество листьев создает вот это оптимальное испарение оптимальную транспирацию воды листьями и обеспечивает питанием все плоды а лист под кистью которая растет должен обязательно находиться и и листья мы удаляем только в тот период когда нам нужно чтобы наши помидоры созревали это август месяц и то минимальное количество листьев на кусту 16 18 если вы обрезали все листья у вас их мало то вот это количество оставшихся листьев не дает то испарение тот объем влаги которая необходима для поступления раствора питательных веществ и поддержания оптимального астматического корневого давления и еще один фактор который влияет на появление вершины гнили это нагрузка плодами если у вас плодов мало то они растут быстрее и кальций не успевает поступать к вершинке вот тут вот большой плюс от то что вот я говорила это количество листьев почему у нас бывает мало плодов потому что жарко потому что пыльца становится стериль и у нас температура в теплице повышается выше 28 градусов это критическая температура при которой пыльца у помидор становится стерильной так вот листья создает микроклимат и в жаркий день они способны снижать температуру около куста на 7 8 градусов и это приводит к тому что у нас лучшее завязывание плодов вот посмотрите вот у меня куст помидор они у меня все такие они у меня снизу доверху в листьях у меня удалены только те листья которые касаются почвы и вот какая у меня завязываемость у меня нет опавших цветов и поэтому вот еще один способ такой косвенной борьбы с вершиной мили если у вас на кусту 1 2 помидорки ее можно удалить чтобы она не тянуло питание но если у вас вот целая кисть таких помидор эти вот помидоры оставляйте что будет если вы их уберете вы уменьшаете нагрузку плодами на куст то есть у вас оставшиеся помидоры начинают расти быстрее кальций усваивается медленно поднимается кусту медленно распределяется медленно и это приводит к вершиной гнили то есть вот такой поручный круг как же мы боремся с вершиной гнилю это естественно как я уже сказала поддержание оптимальной влажности почвы почва не должна пересыхать не должно быть сухих и влажных периодов поддержание оптимальной температуры нельзя допускать чтобы у вас листья вяли если у вас жарко и воздух очень сухой а где-то в полдень ставьте увлажнители тазики с водой и искусственно повышаете температуру простите влажность воздуха если у вас слишком сыро мульчируйте почву и устраивайте продувание теплицы то есть сквозняк 24 часа вот за мной открытые двери и форточки и я их летом никогда не закрываю это мне позволяет еще избавиться и от грибных заболеваний в том числе фитофторы но и подкормка это вне корневая подкормка мы подкармливаем хлоридом кальция это 10 15 грамм на 10 литров воды по листу листовая подкормка и это подкормка этим удобрением делается днем и нитратом кальция 10-15 грамм на 10 литров воды и эту подкормку вне корневой мы делаем или утром или вечером вот такие нехитрые способы позволят вам избежать потери плодов из-за вершинной гнили видео было длинным надеюсь у вас хватило сил его посмотреть и если вам она понравилась ставьте пожалуйста лайк и до встречи на моем канале с ольгой на 6 сотках пока